Встреча большегруза из Екатеринбурга и Газели из Владимира на Ивановской дороге закончилась трагедией. В среду в 9.30 утра на загородном шоссе, не доезжая до поворота на ТЭЦ-3, произошла авария. Водитель фуры рассказал, что 30 минутами раньше он разгрузил машину на одном из местных кондитерских предприятий и поехал в Иваново. Газель с Владимирскими номерами двигалась во встречном направлении. Версия предварительно такова, что автомобиль Газель при выполнении обгона и выезде на встречную полосу совершил сорокновение с грузовиком. В результате данного ДТП водитель Газели скончался на месте до приезда врачей. Водитель грузовика получил порезы лица. В данный момент ведутся следственные действия, по результатам которых будет точно известна причина данного ДТП. Водитель грузовика сам не может найти логичного объяснения произошедшему. Говорит, решили все секунды. Проезжал через лужу, немного повело руль, выровнял. Посмотрел в зеркало заднего вида, все ли в порядке с прицепом. И вдруг сильный удар. Тряхнуло, потерял управление и на мгновение даже решил, что умер. Выскочил, смотрю этот Газель, оттуда выскочил, ремень снял, выскочил, пришел. Первую помощь оказать ему. Полотенце взял, вот сюда у него кровь шел, оттуда я его ставил, пока ребята быстро пришли. Я говорю, скорый выйдет, скорый выйдет, ребята, и все. Скорый потом пришел, минут 2-3, по-моему, я не знаю, или 5 минут. Я даже время не знаю, даже у меня телефон полетел и держал, вот у меня полотенце, вот там. Кровь держал, потом скорый пришел, это пришел, МЧСник его отодвинул, пойдет к человеку. Почему не поделили дорогу и кто спровоцировал ДТП, предстоит выяснить специалистам. Кровь погибшего и пострадавшего водителя грузовика находится на исследовании. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.